В Доме футбола состоялось заседание Российской футбольной премьер-лиги, по итогам которого были согласованы регламент и календарь нового сезона Чемпионата России по футболу. А также был разрешен еще ряд важнейших вопросов. Первое, что мы рассмотрели на сегодняшнем собрании, это мы рассмотрели согласование регламента САГАС Чемпионата России 2012-2013 года. Это основной документ, по которому будет проходить наш чемпионат. Он подлежит утверждению на исполкоме Российского футбольного союза. Я думаю, завтра мы его постараемся утвердить. Второй вопрос. Мы согласовали календарь САГАС Чемпионата России 2012-2013 года. Третий вопрос. Согласовали регламент первенства России по футболу среди молодежных составов клубов премьер-лиги 2012-2013 года. Четвертый вопрос. Это вопрос был о реализации наших коммерческих прав. Рассмотрели ряд вопросов, связанных с проведением чемпионата, в частности, касающихся дисциплинарного регламента. В ходе совещания был решен вопрос о предоставлении прав на трансляции матчей премьер-лиги телекомпании НТВ. На общедоступном канале будет транслироваться по одному матчу каждого тура. Руководство РФПЛ рассчитывает, что сотрудничество с НТВПлюс поможет премьер-лиге в создании и запуске собственного канала, который будет освещать все события, связанные с чемпионом России. Принято решение взаимодействовать и подписать контракт с компанией НТВПлюс. Контракт будет предполагать на три года. Предусматривает он некие изменения по сравнению с прошлогодними контрактами. НТВПлюс получает право на трансляцию матчей на своей платформе. Получает часть интернет-прав. Мы от НТВПлюса, Лига ТВ, как РФПЛ, получаем канал и реализуем этот канал в кабельных сетях. Значит, один матч, естественно, у нас будет на канале НТВ. Об этом есть договоренность с НТВПлюс. То есть матч первого выбора, самый интересный матч из тура будет на канале НТВ. ВГТРК предлагала все забрать и реализовать самим, заплатив нам гарантированную сумму. НТВПлюс предлагала помочь нам создать канал, который мы сами, как РФПЛ, как Лига ТВ, уполномоченная стопроцентная дочка, будем реализовывать как на кабельных платформах, так и международные права, интернет-права, в части которой мы не отдадим НТВПлюсу. То есть мы будем создавать фактически селс-хаус, который внутри Лиги. На заседании присутствовал руководитель юридического отдела РФПЛ Борис Ларин, который вместе с президентом Сергеем Пряткиным рассказал о некоторых изменениях в регламенте Чемпионата России. В частности, было решено вернуться к практике жалоб на судейство, а также было изменено правило проведения переходных матчей в конце сезона. Это то, что легионерами считается футболисты, которые имеют право играть за сборную Россию, за сборную команду России по футболу. Плюс остается до решения исполкома 6 плюс 5, не более 6 легионеров на поле нужно ходить в ходе матча. И дополнительно еще у нас два списка, которые в декабре убеждены исполком РФС. Это футболисты, которые в этом чемпионате, которые раньше были заключены контакт с клубами, которые не будут считаться легионерами. В этом году или в новом чемпионате остается у нас один стык, не два стыка будет, а один стык. Это третья команда Премьер-лиги будет играть стыковой матч с 14 командой, а вернее 14 команда Премьер-лиги с третьей командой ФНЛ, футбольной национальной линии. 4 июля состоится заседание исполкома Российского футбольного союза. На нем будут оформлены и закреплены решения, принятые на сегодняшнем совещании РФПЛ.